Всем привет! Сегодня я буду рассказывать, как я подавала на румынское гражданство, но заранее скажу, что сейчас я нахожусь в Москве. Что я тут делаю, буду рассказывать в следующем видео, так что подписывайся, будет очень интересно. А сегодня я расскажу, как я подавала на румынское гражданство. Да, я без Сережи и без Луны, но мы через недельку с ними уже увидимся. Я очень надеюсь, что свои дела я очень быстро закончу. В прошлом видео мы рассказывали, как Сережа Банк отказал в оформлении карты по БНЖ в Кишиневе, так что вы можете посмотреть это видео, где-то тут будет видео. И сегодня я буду рассказывать о плюсах и минусах подачи на румынское гражданство через агентство. Не переключайтесь, будет интересно. Так как я сегодня завтракала не очень, вот, и сейчас чувствую свою очередь в этом, в ГИБДД, вы будете со мной завтракать. Ну, нам вообще, когда пришла идея приехать в Молдову, мы уже обговаривали тот факт, что я буду подавать на гражданство румынское, потому что у меня есть все основания. Вообще, ну, как бы, если там почитать историю, то можно найти такие факты, что 22 года подряд эта Молдова была в составе Румынии, на тот момент еще называлась Басарабия. Это получается с 18-го года до 40-х, если не ошибаюсь. И в это время у меня бабушка и дедушка родились, и, соответственно, они считаются, как по документам, румынами. За счет вот этих документов, то, что они вот родились в это время, я могу себе сделать тоже румынское гражданство. Ну, соответственно, я вот действовала по, скажем так, по этим нововодным. Но, вообще, мне сильно повезло, потому что у меня мама еще, наверное, лет 10 назад начала собирать эти документы, но потом вся семья уехала в Россию, и она забросила это дело. Поэтому у меня можно сказать, что были все, весь пакет документов, я ничего не искала по архиву, мне нужно было просто подать. Ну, в агентство я вообще обратилась, чтобы все получилось быстрее, чтобы я там не искала, куда идти, что делать, то есть, чтобы все было четко, быстро, не терять время, не терять нервы лишние. Вот, в итоге они мне очень сильно помогли, они сами мне оформили все документы, которые, ну, недостающие, да, там. Да, процесс стоил 7 тысяч рублей, это где-то 350 евро, но, поверьте, оно-то не стоит. Получается, я обратилась к ним после Нового года, это 23-й год, они очень быстро, ну, собрали мою анкету и отправили запрос на запись в посольство Румынии. И через три недели мне сказали, что записали на 9 мая, символически так. Вот, ну, и вот и поехали 9 мая. Сейчас расскажу весь процесс. 8 мая нас всех собрали в 17.00, проверили все анкеты, и мы выехали где-то в 18.00 на таком вот мини-вынчике. Вполне себе удобный, но так кажется первые пять часов, пока ты еще не хочешь спать. Пересекали границу через Леушен-Альбица, простояли где-то часа три. В Бухаресте мы были в 3.30 утра, и тут началось самое мучительное. Нам нужно было прождать до 7.30. Водитель пошел в другой фургон спать, а мы ютились каждый на своем месте. Эти четыре часа мне показались вечностью. Затекло все, поспать я так и не смогла. То на улице орали какие-то наркоманы, то народ выходил и заходил в маршрутку. На улице еще было холодно, дождь, выходить смысла не было. Я прокляла все на свете. Им бы, конечно, проработать этот момент. Может, с каким-то хостелом договориться. В общем, я вообще не спала и уже была раздроблена. Вот это я считаю большим минусом агентства. Они не позаботились об этом. В 7.30 водитель пришел, показал, где консульство, где сделать копию паспорта и печать въезда, и объяснил в двух словах, как пройдет процесс. Это я считаю плюсом агентства. Подсказывают, как проходит процесс. И потому, что одному сложновато, если честно. Я была первой в списке. Взяла талон и ждала, когда вызовут по талону. То ли в силу того, что я спала не так много. Там, оказывается, загорелась табличка, и с высокой скоростью менялись номера. Я успела подойти к двери только через два номера. Но охранник начал на меня наезжать, что я потеряла свою очередь, я молодая, и простою еще. Дал мне талон, и вообще в конец очереди. Сначала я капец как злилась. Ну, сама виновата, надо быть повнимательней. Но потом я даже обрадовалась, что так получилось. А то, как бы я увидела весь процесс получения паспорта других людей, мне тогда не было бы вам что рассказать. Я постояла с 8 утра до 14.30 дня. Очередь проходила очень долго. Не потому, что нас было много, просто параллельно с нами проходили люди с адвокатами. Их адвокаты встречали и проводили без очереди. Адвокатов было штук 5-6, и постоянно выходили и встречали, ну, по 7-8 человек. Националисты были разные. Не буду говорить, какие, сами понимаете, сейчас вообще не время. Но вы можете себе представить количество людей, принятых в тот день. Видно, поэтому бедные малаване ждут свое гражданство по 3-4 года. Ну, мы, короче, были последними. У меня не было никаких проблем с подачей документов. Они были все в порядке, приняли без проблем. Это тоже, я считаю, большим плюсом агентства, потому что все сделали правильно, но некоторым делали прям мозги. Ну, кто собирал сам документы. В 14.30 мы уже были в маршрутке, выехали в Кишинев. Бухарец мне не понравился. Какой-то грязненький и весь расписан баллончиками. Цыган немного, но они есть. В основном уборщики и попрошайки. Вот пригород мне понравился. Впервые такое, что поселки мне намного симпатичнее, чем столица. Дома ухоженные, хороший асфальт и прекрасные посаженные поля. Природа красивая, прямо как в Молдове. Не считая, что у них еще море и горы есть. За всю поездку мы останавливались, ну, где-то по 3 раза в обе стороны. Я считаю это плюсом. 2 раза короткий пауза в туалет или покурить. И только один раз в какое-то придорожное кафе на 50 минут. На обратной дороге я все-таки решила поесть. А то на одних булочках не очень. Я всегда хотела попробовать суп Чорбо де Бурта. Один из самых популярных супов в Румынии. Суп из говяжьего желудка. Пришел к ним из турецкой кухни. Он такой сливочный, с кислинкой и кусочками говяжьего желудка. Мне подали огромную тарелку. Я съела только одну треть тарелки. Жирновато для меня оказалось. Но после этого супа меня вырубило. И спала почти-то граница Альбица. Кстати, в Румынии я потратила только на еду и ксерокс. Цены чуть дороже, чем в Молдове. На обратной дороге на границу простояли полтора часа. Ну и до Кишинева, как сказать, руку и подать. Доехали мы в полночь и я вызвала такси до дома. Ехать мне было 15 минут. За это я поставлю жирный плюс Кишиневу. Добираться быстро можно. Не то, что в Москве. В целом я довольна процессом подачи через агентство. Минусом считаю, что они позаботились о поддыхе после длительного пути. Но если у вас есть средства, можете спросить адрес консульства и забронировать себе хостел. Отдохнуть эти 4 часа. Ну, у нас получилось 4 часа. Но дорога это все-таки дорога и никогда не знаешь, как получится. Может, поэтому они не бронируют ничего. Но все равно, для меня это минус. Я прямо прочувствовала все эти 4 часа. И самое главное, какое агентство. Их в Кишиневе очень много. Но мы выбрали документы МД. Они работают четко и быстро. Я их рекомендую от души. Жалко, за рекламу мне никто не платит. После такой поездки проспала 12 часов. Проснулась и тут нам пришло в голову купить мне билет в Москву. Ну, вы уже поняли, что этот выпуск я монтировала в Москве. И готовлю следующий выпуск. Что я тут потеряла и какая атмосфера тут, я расскажу уже в следующем выпуске. Спасибо за внимание и увидимся через неделю. Ну, я постараюсь. Пока-пока.